Сотни курян с самого утра пятницы пришли приложиться к святыне и попросить о самом сокровенном. Целыми семьями, от мала до велика. Это большое событие, великое. Душа тянется, сердце тянется. Душа радуется. Я не ожидала, что так получится. Я очень довольна. Слава Богу. Господи, благодарю Тебя за все. И Божью матушку. Много, конечно, эмоций. Их так просто не передать, искусственно этого сделать, ну, просто, соответственно, невозможно. Только прочувствовал, только приложившись. И мы всегда к ней обращаемся, всегда просим ее помощи. Тем более, такие нелегкие, как бы, ситуации, сложившиеся сейчас, всегда она рядом, она здесь. И только она и будет нашей представительницей перед Господом. Вы понимаете, это вот духовное исцеление. И наполнение вот в самом храме идет наполнение души. Так вот, можно сказать, исходит сверху откуда-то. Так вот духовный опорыв даже. И тем более, я верю, что Бог есть, и Он исцеляет нас. Я вот молюсь, чтобы Он исцелил нас и помог нам в нашей дальнейшей жизни. Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева сама соткала пояс из верблюжьей шерсти и носила его на протяжении всей жизни. А после ее успения реликвию сохранили христианской общиной для утешения верующих. Считается, что пояс Богородицы помогает от бесплодия. Поэтому прикоснуться к нему в первую очередь стремятся те, кто мечтает о прибавлении в семье. Также перед ним молятся и об исцелении от болезней, особенно при онкологиях. Мы знаем, что пояс в Богоматери прославлен и чудом, и помощью в укреплении семьи. А семья, как никогда, наши семьи нуждаются в божественном благословении. Для того, чтобы мы укрепились в нашем желании быть честными друг к другу, верными друг к другу. Действительно, в желании строить крепкую и сильную семью. Я думаю, что все те, кто придет сегодня и в эти дни к Богоматери, получат благословение Божественного Сына и ее Божественный Покров. Святыня будет находиться в Курске с 5 по 8 апреля. Поклониться ей можно в Знаменском соборе в эти дни с 8 утра до 8 вечера. Ирина Валерьевна, Анастасия Черкова, События дня.